Органическое удобрение Ярица. Здоровый грунт и экоурожай. Покупайте онлайн и в магазинах города. Телефон 205-27-27. Для плотного газона органическое удобрение Ярица Газон. Красивый зеленый окрас, крепкая корневая система. Для богатой почвы концентрат Ярица Компост. Ускоренный процесс разложения растительных остатков, баланс микро- и макроэлементов. Здравствуйте! Сегодня с вами я, Наталья Волчкова и голова садовая. В сегодняшнем нашем обзоре мы с вами поговорим о препаратах, которые борются с вредителями в нашем саду и огороде. Вредители есть в любом саду и огороде. Главное – вовремя с ними бороться. Давайте сегодня рассмотрим препараты, которые мы можем применить для борьбы с вредителями и как мы их используем. Незаменимое средство в саду от сосущих и листогрызущих – это октара. Октара действует на большой ряд вредителей. Это тля, белокрылка, листовертки, листожертки, цветоеды. Октарой мы опрыскиваем растения и льем под корень. Октара нам представлена в нескольких видах. Это шприц-дозатор в виде геля, в сухом виде и в жидком виде. Следующий инсектицид – это фуфанон «Нова». Представлено в жидком виде. Используется для опрыскивания растений. Подходит для ряда овощных, плодовых и ягодных культур. Препарат эффективен против насекомых и клещей. Спектр его действия – это тля, плодожорки, листоедки. Новый препарат – Батрайдер от комплекса вредителей с энационной формулой. Испытания показали, что в пределах нормы он абсолютно безопасен для человека. Следующий препарат – это Аллатар. Инсектицид системного действия, по данным производителя, защищает наше растение от 29 вредителей. Разводится, опрыскивается по растениям, подходит для ряда овощных, плодовых и ягодных культур. Вы знаете, сама использует этот препарат в качестве профилактики. Прекрасно себя ведет против тли на розах, на цветущих кустарниках. Хотелось бы представить вашему вниманию препарат Санмайт. Это контактный акарицид, который действует против ряда клещей. Вы знаете, по отзывам наших садоводов, кто использовал, очень эффективный, почти 100% эффективность после его применения. Уже после полтора часа использования начинают гибнуть вредители и срок его действия до 5-8 недель. Препарат Санмайт является химическим препаратом, поэтому рекомендую его использовать за 30 дней до сбора урожая. Искра золотая. Препарат не новый, уже давно опробован нашими садоводами. Уничтожает до 140 вредителей. Достаточно одной обработки. Опрыскиваем также растения. Одной ампулы достаточно на 4 литра. Все вышеперечисленные мной препараты имеют срок ожидания 20-30 дней. Это очень долго, и нам иногда хочется очень быстро обработать свои растения, и чтобы срок ожидания был более коротким. Здесь нам производитель предлагает биологические препараты. Данные препараты имеют срок ожидания 3-5 дней. Что значит срок ожидания? Это, например, в вашей теплице уже висят огурчики, и вдруг появились первые признаки тли. Обрабатывайте данными препаратами и через 5 дней употребляйте в пищу. Главное преимущество биопрепаратов – это безопасность для человека и животных. Хотелось бы представить еще ряд биопрепаратов. Это такой препарат, как фитовермфорте. Это является инсектицидом, биоинсектицидом. Препарат фитовермфорте можно использовать, то есть это единственный препарат, который мы используем от клещей на комнатных растениях. Также вы можете его использовать и в саду. Препарат сочва. Это концентрат жидкого дыма действует как репеллент, то есть отпугивает насекомых, вредителей, и абсолютно безопасен как для человека, так и для животных. Также представляют два препарата – липидоцид и бетоксибокцилин. Это биопрепараты. Препараты действуют на ряд гусениц, колорадского жука. Бетоксибокцилин очень эффективен на личинки колорадского жука. Давайте поговорим про белокрылку. Белокрылка – коварный враг в саду и огороде. Есть ряд препаратов, которые представлены производителем от белокрылки. Но сейчас обращаю ваше внимание на тепики. Препарат является системным инсектицидом. Представлен в виде гранул. Один грамм тепики избавляет нас от множества вредителей. Это тля, трипсы, белокрылка. Кто использовал препарат, практически стопроцентная эффективность этого препарата, то есть он работает. Одно из правил этого препарата – используйте его за 30 дней до сбора урожая. Хотелось бы еще сказать о препарате МАК. Это биопрепарат. Идет направление именно от белокрылки. Существуют вот такие вот желтые пластинки. То есть вы их подвешиваете в теплицах в закрытом помещении. И белокрылка летит на белый цвет и прилипает сюда. То есть они являются ловушками для нее. Муравьи могут быть полезными. А в основном это вредители нашего сада и огорода. Давайте посмотрим, как мы можем с ними бороться. Потому что если с ними не бороться, нанесут просто страшнейший урон вашему урожаю. Представлены производителем садовые гранулы. Одни, наверное, из лучших в этом сегменте. Как действует препарат? Препарат представлен в гранулах. Муравьи бегут на гранулы и поедают их. Очень быстро наступает гибель. То есть эффект наступает практически мгновенно. Также производители нам предлагают рубиты. Очень эффективный препарат. Нами уже испробован. И, кстати, знаете, не один год. Рубит спайдер. В гранулах представлен зарит спайдер. В виде порошка препарат муравьед. Все данные препараты являются эффективными. Препарат муравьин. Можно использовать даже на грядках и на газонах. Производитель нам представляет средства на основе диатомита. Диатомит сам по себе природный. Полезен для корней и растений в общем. Это средство представлено в виде порошка. Один его такой небольшой минус, что, когда идет дождь, он очень быстро теряет свою эффективность. Но не имеет запаха. И вы можете его спокойно использовать в помещениях. Надеюсь, наш сегодняшний обзор помог вам с выбором препаратов от вредителей. И ваш сад будет обезопасен. Сегодня с вами была я, Наталья Волчкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин